Итак, здравствуйте еще раз. Меня зовут Марина Кабрявцева, я представляю российский офис компании Аркформатик и сегодня совместно с Анной Соловьевой. Ну и прежде всего Анна Соловьева вам расскажет техническую сторону проекта PCDU Energy. Об этом проекте мы уже говорили, говорили о нем в сентябре и тогда говорили были общими словами, просто рассказывали вам о том, как этот проект был реализован. Вкратце напомню, это такой проект по единой платформе, удаленному сбору, мониторингу информации по потреблению различных ресурсов в Германии с порядка 20 различных объектов в разных городах. Анна подробно рассказывала об этом в первом вебинаре, если вдруг кто-то не смотрел, не присутствовал, хочет посмотреть, не нашел ссылку, можете написать, я вам в чат тогда сегодня сброшу ссылку на YouTube, где он выложен. Ну а сегодня мы поговорим подробнее о том, как это было реализовано. То есть Анна обратит особое внимание тем компонентам с CADETCV, веб-платформе, которые используют для того, чтобы настроить эту интеграцию. Ну, собственно, я не буду много говорить, я передаю слово Анне. Единственный такой организационный момент, да, если будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чат, лучше всего в общий чат, если напишите там вопросы-ответы организаторам, мы это все увидим, но быстрее будет так. И мы, скорее всего, тогда ответим на них уже после завершения вебинара, после рассказа Анны. Собственно, Анна, передаю тебе слово. Я кратко напомню сперва про проект, потому что для тех, кто этот проект в прошлый раз не видел, чтобы было вообще представление, что мы сегодня будем рассматривать и технические характеристики какого проекта мы будем рассматривать и как он был бы делать. То есть кратко проект был сделан для немецкой муниципальной компании-поставщика различных ресурсов, таких как вода, газ или электроэнергия. То есть в Германии клиент имеет право выбирать, у кого он хочет покупать энергию, у кого он хочет покупать воду, заключать контракты. И таким образом компании-различные поставщики, они пытаются переманить клиентов ценами или различными услугами. И в данном случае компания хотела предоставить клиентам дополнительный портал. То есть при подключении клиенту, например, электроэнергии, компания ставит им счетчики и дает доступ к порталу, чтобы пользователи могли посмотреть данные с этих счетчиков и могли также получить отчеты. То есть за какие-то промежутки времени, например, за последний год посмотреть, что у них там было по расходу энергии, возможно, сравнить эти значения с другими годами, например, как было в прошлом году и как было там, что за прошлым годом. А расположение справа вы видите карту объектов, то есть это было в проекте Германии, Венеогессен. То есть вы видите красные точки, которые находятся на населенных пунктах, в населенных пунктах. И на фольде большая красная точка, она обозначает то, что там был расположен главный сервер PCV, то есть там работала PCV, была также база данных. То есть основное железо было там. И исполнитель проекта – это немецкое отделение PCV, PCV ГМБХ. То есть на следующем слайде вы можете видеть краткий список того функционала, который необходимо было реализовать. То есть необходимо было показывать данные реального времени с различных счетчиков. То есть это, в принципе, такой стандартный функционал схода системы. А также надо было выводить в виде отчета различные суммарные значения, то есть, например, сколько энергии было за месяц потрачено или там сколько воды было за месяц потрачено. Также для некоторых зданий были установлены дополнительные счетчики, вернее, дополнительные датчики, например, температуры или управления отоплением. И в таких случаях также было реализовано управление этим отоплением по расписанию. То есть пользователь мог задавать, когда его надо было включать, а когда его надо было автоматически выключать. Естественно, в случае каких-то тревог пользователей приходило уведомление на e-mail. И помимо вот этого указанных функций, которые вы здесь видите, была еще одна особенность этого проекта, которая тоже влияла на то, как он был реализован. Шаблон — это то, что наш заказчик, он в принципе хотел, чтобы мы ему сделали начальную версию проекта, то есть шаблон, ну как шаблон, то есть сделали проект, который мы подключим изначально к некоторым первым объектам. И впоследствии заказчик хотел иметь возможность самостоятельно этот проект дорабатывать. То есть при появлении новых клиентов, при подключении новых датчиков, заказчик должен был иметь возможность легко самостоятельно эти датчики подключить. То есть понятно, что у заказчика была возможность обратиться к нам, написать, как же заказчик, например, проходил обучение, но все равно вы понимаете, что надо было сделать так, чтобы добавление каких-то новых счетчиков в проект было сделано максимально легко. И напомню архитектуру решения. Здесь вы видите некоторые из объектов и как это выглядит. То есть два населенных объектов, различные здания, то есть это чаще всего были какие-то муниципальные объекты, там, например, детские стадики, здания мэрии, здания каких-то лечебных заведений. А там останавливались счетчики, устанавливались контроллеры ВАГа. В фульде был расположен сервер, на котором был установлен PCV, там же была установлена база данных SQL, и там же был установлен SSRS, это сервис отчетов от SQL, который отвечал за отчеты. И пользователи, уже, скажем так, конечные пользователи, то есть клиент нашего заказчика, они через браузер, через интернет могли подключаться к проекту и получать данные. То есть они могли просматривать данные реального времени, вообще смотреть, что там происходит, какие в данный момент значения со счетчика приходят. И могли также посмотреть и выбрать, какие отчеты они хотят увидеть. И дальше вы видите, я сделала скриншоты портала, то есть опять же, чтобы вам рассказать и чтобы вы могли понимать, как это все выглядело, чтобы впоследствии можно было обсуждать решение на примере и как бы на понимание того, что мы делали и для чего мы это делали. И те инструменты, которые мы использовали, как раз будет дальше объяснено, с помощью чего это все было реализовано. Вы можете здесь видеть, что верхняя часть отвечала за навигацию по проекту, то есть у нас было два выпадающих списка. Один список населенных пунктов и второй список объектов, которые были доступны для выбранного населенного пункта. То есть в зависимости от прав пользователей, пользователь мог получать доступ либо, например, только к списку объектов, либо только к своему объекту, либо пользователь мог видеть и населенные пункты, и различные объекты выбирать. И в нижней части вы видите, собственно, основную мнемосхему. Первая мнемосхема – это у нас счетчики. И на счетчиках вы видите данные реального времени со счетчиком. То есть левая часть мнемосхемы – это символы счетчиков с данными, получаемыми с контроллера. И правая часть мнемосхемы – это график по умолчанию для первого счетчика. Или можно было выбирать график, скажем так, для другого счета. То есть помимо функционала просмотра счетчиков, как я уже упоминала, была возможность управлять отоплением и, например, управлять температурой, смотреть температуру в помещении. Опять же говорю, это было не для всех объектов, но для некоторых объектов такой функционал был подключен. И для этого была вторая вкладка, называется «Комната», в которой была как раз вот эта информация по температуре, по отоплению. И за задание расписания для отопления отвечает инструмент «Веб-планировщик». То есть это один из инструментов PCV, который как раз имеет вот эту вот цель в браузере изменять расписание и позволять это расписание задавать. И третья часть, самая основная, в принципе, ради чего изначально затевался этот проект и с чем пришел к нам наш заказчик – это отчеты. Опять же, слева увидите четыре серых пункта в списке. Они обозначают тип отчета – отчет за год, отчет за месяц, отчет за неделю, отчет за день. И правая часть мнемосхемы, она отвечает за то, чтобы пользователь мог выбрать, какой период он хочет. То есть, например, в данном случае, если пользователь говорит, что я хочу посмотреть какой-то годовой отчет, то открывается правом мнемосхема, которая позволяет ему выбрать до трех, скажем так, периодов. То есть, в данном случае можно выбрать на три года, например, или один год, нажать «Сгенерировать» и получить отчет, посмотреть, какие данные за какой год были. То есть, вот как пример, например, отчета годового. Здесь было выбрано три периода. Отчет содержит в себе все счетчики для данного объекта. То есть, например, у нас в данном случае, видите, сверху населенный фунт, который называется «Ланскуд», и объект – это «Радуша». И в данном случае все счетчики, которые есть в этом объекте, они будут представлены в документе. То есть на одном графике будет расположен один счетчик, и по количеству счетчиков у нас будет в документе представлено количество графиков. То есть, таким образом работает портал. И теперь я кратко скажу, что мы рассмотрим на сегодняшней презентации. То есть моя цель была показать, в принципе, не все-все возможности, потому что какие-то из них достаточно простые, по ним легко найти информацию. Они есть различные справки, есть различные обучающие видео. То есть, например, как создать архив, или как создать переменную. То есть это такие вещи, которые, в принципе, каждый, кто работал вообще даже с какой-то SCADA, он понимает, что они делаются. Это такой стандартный функционал, который везде есть. В данной презентации мне было интересно обратить внимание на какие-то вещи, скажем так, необычные для SCADA-проекта, которые мы обычно делаем. И я выделила здесь три вещи, на которые мы сегодня обратим внимание. Первое. Это мы рассмотрим сам портал PCVU Energy, который состоит из сервисов WebView. То есть, чуть позже будет презентация, как раз увидите, в том особенности, в том отличие от WebView. Второе, что мы рассмотрим, это инструмент шаблоны проекта. Это, на самом деле, очень интересный инструмент для создания в первую часть новых проектов. Он позволяет в виде объектно-ориентированном представить проект. То есть это немножко другой подход, не стандартный подход, когда создаются переменные, и потом для этих переменных рисуют схемы, и это все как-то отображается в виде интерфейса для конечного пользования. И третья часть этого архива, это, собственно, про то, как была организована работа с отчетами. И давайте перейдем к первой части, объединение сервисов в единый портал. Что я подразумеваю под единым порталом? И вообще, почему какой-то портал, а не WebView? Вообще, в PCVU есть стандартный инструмент, который называется WebView, который позволяет настроить и работать с проектом PCVU удаленно из браузера. То есть он достаточно легко позволяет это все настроить и достаточно просто работает, то есть позволяет готовому уже проекту PCVU с какими-то минимальными конфигурациями получить его в удаленном доступе из браузера. Также, когда мы занимались этим проектом и делали, скажем так, первый вариант для проверки совместной работы с системой отчетов, мы узнали, что у сервиса отчетов SQL есть тоже портал. То есть, в принципе, получается, WebView – это такой веб-портал готовый, который можно использовать. SSRS у него тоже есть. Твой веб-портал, где можно выбирать отчеты, генерировать эти отчеты. И, в принципе, казалось бы, зачем нам какой-то дополнительный код или что-то с этим еще дополнительное сделать. Но идея была сделать портал в, скажем так, едином стиле корпоративной компании и сделать портал, который выглядит как единый инструмент. То есть, чтобы пользователь у нас зашел на сайт, то есть он ввел адрес, подключился, посмотрел данные, отношающиеся к осчетчикам, то есть, в принципе, различным Немаскем и PCVU. Потом пользователь сказал, я хочу посмотреть отчет. И из Немаскем PCVU он в браузере открыл отчет и увидел отчет. И для пользователя это должно было выглядеть как единая система, то есть не должно быть каких-то попыток второй авторизации, например, для второго портала, который переходит в второй портал. Поэтому мы это все объединили. И вот здесь вы видите, а это выделено красным, красной фигурой объединено, и на фоне есть картинка кода. Потому что WebView мы разобрали, ну, скажем так, не разобрали, он на самом деле состоит из сервисов, и мы использовали сервисы WebView, и мы использовали существующий сервис SSRS, чтобы объединить их в единую систему. И на следующем слайде вы можете видеть, как выглядела вот эта вот архитектура, про которую я рассказываю. То есть в самом низу слайда вы можете видеть, что там есть SQL, то есть база данных, которую PCVU пишет полученные данные со счетчиков. То есть для отчетов нам, естественно, нужны какие-то данные, то есть нам надо подключиться к базе. То есть у нас PCVU работает с базой, и SSRS тоже работает с базой, потому что он берет значение из базы как основу для своих отчетов, своих графиков. А дальше на уровень выше вы видите сервисы. Часть из этих сервисов, например, OAuth, Graphical Data, Real-Time Data, это сервисы, которые входят в WebView. То есть они отвечают за графическое отображение, за авторизацию, за данные реального времени. И так как мы не хотели, как бы у нас не было цели переписать WebView заново, то есть нам надо было минимальными средствами, просто используя то, что есть, объединить сервисы нашего WebView с сервисом SSRS. То есть у них тоже есть существующий сервис, существуют API, через которые можно к нему подключиться и с ним работать. И поэтому вы сверху видите, что все это у нас объединено в веб-портал с помощью кода. И сейчас я покажу пару скриншотов кода. То есть код был написан на C-Sharp, как бы его цель была объединить существующие сервисы и передать параметры из PCV в SSRS, параметры отчета. То есть когда пользователь говорил, что я хочу посмотреть, например, отчет для вот этого объекта за 2019 год и нажимал кнопку сгенерировать, значит мы должны были передать в SSRS данные о том, что пользователь конкретно хочет данные для вот этой переменной и данные за вот этот год, и отчет должен быть именно годовой. То есть вот как пример кода работы с сервисом аутентификации. То есть для того, чтобы мы работали и, например, могли показать графику, изначально пользователь должен ввести свой логин и пароль. И что происходит? Пользователь вводит логин и пароль, и эта информация отправляется на сервер PCV. Сервер PCV говорит, хорошо, я этот логин и пароль знаю, значит я даю доступ. Он присылает токен доступ обратно в портал, и портал пользователя говорит, все отлично, и переводит пользователя на graphical data. То есть он показывает ему графику. То есть в данном случае в коде нам надо было только обработать передачу, как бы запуск сервиса аутентификации, и потом полученный токен передать следующему сервису. И также, например, при работе с порталом, то есть также для вызова отчета, надо было взять данные из портала и передать их в систему отчетов, отчетов в СССРС отправить и сказать, вот для этой переменной, за такой период времени я хочу это сделать, сделай, пожалуйста. И система отчетов СССРС, она делала отчет и присылала его на портал. То есть с портала открывался файл. И помимо кода, что необходимо было еще настроить, в PCV есть такой инструмент, как PCI Solutions, он называется WebDeployment Console, консоль установки и настройки веб. Она обычно используется в тех случаях, когда работаем с WebView или когда, например, с мобильными приложениями. То есть если надо настроить готовый сервер, чтобы из PCV передавать данные куда-то идти дальше. И этот инструмент, он, в принципе, сам все настраивает. То есть пользователю надо только сказать, какие роли от сервера он хочет получить. То есть хочет он получить веб-данные, хочет он получить, например, возможность работы с приложением для отображения тревог или возможность работы с приложением для отображения различных действий по местоположению, как с напьем. WebDeployment Console это все настраивает. А в данном случае нам необходимо было добавить наш портал. То есть мы добавили еще один клиент. Здесь в списке вы видите, клиент называется PCV Energy. То есть он был добавлен для того, чтобы пользователь мог в адресной строке, то есть конечный клиент в адресной строке мог ввести там HPS, имя домена, коса черта, PCV Energy. И открывалась страница аутентификации и входа на наш портал и впоследствии работы с порталом. То есть WebDeployment Console, она создает сайт. Вы видите вот здесь скриншот, как это выглядит в AS, сайт, а свой веб-сайт. И вы видите, что тут есть такие вещи, как раз, как графика дата, например, оауф, который я уже упоминала. То есть это все, что автоматически создается. И также здесь есть PCV Energy. Это фактически папка, в которой лежит наш скомпилированный код портала, который это все объединяет. То есть таким образом проходит настройка и создание вот этого портала. То есть в принципе это показывает то, что сервисы PCV, и вообще как бы с PCV можно работать не только в тех ролях, которые описаны, скажем так, в стандартной справке или стандартных буклетах, но в принципе система достаточно гибкая для того, чтобы ее, например, там встраивать или интегрировать с какими-то другими решениями. Теперь перейдем уже непосредственно к самому проекту и к тому, что было сделано внутри нашего проекта PCV. и эта часть называется шаблоны проекта, потому что фактически все было сделано с помощью этого инструмента. Я иногда, наверное, буду сбиваться, называть его то шаблоны проекта, то апплитейшн, потому что мне привычное его английское название, поэтому, если что, не удивляйтесь, откуда там будет воспользоваться это название. Вот здесь на этом слайде вы видите слева, как выглядит структура проектов в инструменте шаблона проекта, и справа, как это то же самое выглядит структура проекта уже в проводнике проекта. То есть после того, как мы создали все объекты, нажали сгенерировать, и вот правая часть, вот этот вот весь список переменных, он был создан, а нами не вручную, а он был сгенерирован. А почему? Мне очень хотелось рассказать про этот инструмент, потому что не так много интеграторов его используют. И, в принципе, стандартный вариант создания проектов – это создание сперва переменных, потом подвязка какой-то графики к этой переменной, ко всем этим переменным. И если, например, проект необходимо дальше дорабатывать, если к проекту надо добавлять какие-то новые объекты, то процесс повторяется. Опять же, надо создавать переменные, опять же, надо к ним подвязывать график. То есть даже если вы просто делаете, копировать, вставить, если там объекты, например, похожи, то все равно есть риск того, что кто-то при копировании вставки может быть забыто, какие-то изменения могут быть забыты. Поэтому я бы сегодня хотела представить немножко другой подход к созданию проекта. Это через Аппликейшн Архитект. И для Аппликейшн Архитекта что важно? Важно, так как это объектно-ориентированный подход, важно разобрать ваш проект на какие-то отдельные объекты. То есть в данном случае вы слева можете видеть, что у нас есть, например, такие объекты, как counters, то есть это различные счетчики, и вы можете видеть, что есть счетчики энергии, счетчики газа, счетчики воды. То есть это значит, что изначально мы создали объект счетчик, потом из этого объекта счетчик мы создали уже объекты счетчик электрический, счетчик газовый, счетчик воды. Также были созданы объекты, вот, скажем так, населенный пункт, то есть вы впоследствии видите для чего, для амни-масхем. И слева как раз вот эта структура, она в принципе легко считывается, то есть ком это населенный пункт, где расположены объекты, ЛГ1, ЛГ2 это объект 1, объект 2, а алармс это там, где есть какие-то тревоги, а потом у каждого идут список счетчиков. И у некоторых есть комната, как я говорила, там, где управление отоплением. То есть вот эти все, то есть стоит один раз создать, например, шаблон электрических счетчиков в Application Architects, а потом при создании структуры этот счетчик уже можно добавлять несколько раз, получать структуру с множеством там различных счетчиков, генерировать, и все переменные будут созданы. Но, как вы увидите дальше, на самом деле были созданы не только переменные, то есть инструмент позволяет достаточно много вещей подвязывать на себя и автоматизировать. Теперь немножко про переменные. Как я упоминала, переменные были созданы в Application Architects, но не только переменные были созданы, а также для переменных была создана привязка. Переменные в данном случае подключались по протоколу Modbus. И, как вы знаете, для протокола Modbus важна адресация. То есть для переменных необходимо каким-либо образом подписывать, что, например, переменная вот этого счетчика, она привязывается к вот такому-то адресу, вот такому-то объекту. И для того, чтобы упростить себе впоследствии работу с Application Architects, так как мы изначально решили, что мы хотим использовать для проекта этот инструмент, то с фирмой, которая занималась подключением контроллера, было обговорено, какую адресацию они возьмут для своих объектов. То есть, как вы видите, здесь пример адресации. Например, есть IP одного объекта, IP второго контроллера. И справа вы видите стартовый адрес. Если вы обратите внимание, то вы увидите, что у электрического счетчика стартовый адрес, например, 13.288. И у электрического счетчика в другом контроллере тоже стартовый адрес 13.288. То есть, на самом деле, для всех контроллеров была прописана система, что, например, все электрические счетчики при подключении, то есть, первый он у нас по адресу 13.288, например, следующий по адресу 13.289. И было решено, что их, как бы, может быть до 15. То есть, мы обговаривали изначально, как проект, насколько он может расти. И сошлись с тем, что максимум 15 счетчиков одного типа на одном объекте может быть. То есть, на самом деле, их обычно было меньше. Их было там 3-4 максимум. И что нам это позволило? Нам это позволило в инструменте Application Architect прописать, что если это у нас таблон электрического счетчика, то значит, у него адресация всегда вот такая. Если это второй электрический счетчик для данного объекта, значит, его адрес сдвигается. Если это третий счетчик электрический данного объекта, то мы сдвигаем на три позиции. Адрес. То есть, у нас при создании, при генерации нашей структуры в Application Architect, мы не только получали список переменных, но эти переменные уже были практически готовы к использованию. Они уже были привязаны к источнику оборудования. То есть, на самом деле, уже немалая часть вообще всей работы по созданию проекта. Теперь немножко посмотрим на графику. И как вообще выглядела структура мнемосхем. Я уже показывала, как выглядит сам проект, свиншот из портала. Теперь рассмотрим такую же мнемосхему, но, собственно, из чего она состоит. То есть, вы можете видеть, что на самом деле вот эта основная мнемосхема содержит в себе еще две включенные мнемосхемы. То есть, в данном случае, это мнемосхема со списком счетчиков. И правая часть, еще одна включенная мнемосхема, в данном случае, это график. И если пользователь, например, нажимает на кнопочку «График» и хочет посмотреть график для другого счетчика, то что происходит? У нас символ закрывает правую часть, правую мнемосхему практически. Справа это у нас одна и та же, вот она здесь названа, но открытая с разными ветками, с разными параметрами. То есть, до этого мы ее открывали для одной переменной, а когда пользователь говорит, я хочу посмотреть график для другой переменной, мы закрываем график для одной переменной и открываем ту же мнемосхему с привязкой к другой переменной. И эта часть, она также на самом деле была сгенерирована с помощью инструмента «Application Architects». Сразу скажу, что этот инструмент, он не может сам рисовать какие-то символы. То есть, естественно, если вы используете символы и вы хотите привязать символы к каким-то объектам, как я сейчас покажу, то эти символы изначально должны быть нарисованы с помощью символов. И потом их можно уже использовать как часть структуры. То есть, например, вот вы видите слева, это мнемосхема объекта со списком счетчиков. Она создается инструментом шаблона проекта. То есть вот этот вот список счетчиков и вот эта сама мнемосхема, которая показывается, когда пользователь говорит, что я хочу увидеть объект какой-то, например, хочу посмотреть детский садик, и какие там есть счетчики, вот открывается мнемосхема с этими счетчиками. Эта мнемосхема, она генерируется инструментом шаблона проекта. Также, если мы посмотрим, что есть в этом мнемосхеме, мы видим, что в этом мнемосхеме есть четыре счетчика. Каждый из этих счетчиков, это на самом деле один и тот же символ, к которому привязаны различные переменные. То есть для переменной, например, первый счетчик – это электрическая энергия, мы привязываем сюда переменную электрическую энергию. Второй счетчик у нас тот же символ, но для другого значения, для счетчика газа, мы привязываем сюда переменную счетчика газа. Но я говорю, мы привязываем, на самом деле привязывает это все, опять же, Application Architect, потому что если вы посмотрите чуть ниже, вы увидите, здесь выделен, как раз выбран шаблон, вот этот вот объект счетчик, который мы создали, и к объекту счетчик, то есть мало того, что к объекту счетчик созданы переменные, которые привязаны к Макбасу, для этого объекта счетчик мы еще задали символ, сказав, что когда мы будем создавать, вот генерировать всю вот эту нашу структуру, мы хотим получить не только переменные, но и для переменных мы хотим получить мнимосхему, и на мнимосхему объекта мы хотим расположить все счетчики, относящиеся к данному объекту. И если вы обратите внимание вот на выделение красненьким внизу, то вы увидите, что мы эти символы не просто создаем на мнимосхеме, мы им еще задаем положение. То есть мы говорим, что первый счетчик у нас расположен сверху, а второй счетчик мы рисуем чуть ниже, третий счетчик еще чуть ниже, и четвертый еще чуть ниже. То есть их координаты просчитываются в зависимости, вот там есть параметр counter-index, counter-index это на самом деле номер вот этого нашего счетчика, то есть вот первый счетчик у нас электрический, второй счетчик газовый, третий это вот там слева вы видите вода, и V-set это отопление. То есть после генерации мы получаем готовую мнимосхему с готовыми символами, которые уже расположены как нам надо, то есть оно фактически уже все готово. То есть даже визуальная часть, вот эта вот стандартизированная, она создается автоматически. И помимо визуальной части, что нам еще для проекта было надо, это навигация по проекту. Как вы видели сверху, там есть часть с двумя выпадающими списками. Но на самом деле в зависимости от прав пользователя, пользователь может видеть, например, и список населенных пунктов, где есть объекты, или может видеть, например, только список объектов. Эти списки, это есть стандартный элемент, выпадающий список, графический, который используется для отображения, как раз для рисования вот таких списков. И вот эти списки, их можно вносить вручную, а можно считывать с файлом. То есть в данном службе, видите, здесь как источник задан файл с именем com. То есть он из файла берет вот этот вот список объектов. И к чему все я это веду? К тому, что в принципе список объектов-то у нас уже есть. То есть мы уже создаем, когда в апрекешно-архитекте структуру, мы говорим, что смотрите, у нас есть com, это в данном случае населенный пункт, первый населенный пункт, вот у него есть описание справа, у нас есть второй населенный пункт, а в каждом из населенных пунктов у нас есть какой-то свой список объектов, которые там есть. То есть вот LG1, LG2, они отвечают за объекты. И в апрекешно-архитекте мы говорим, у нас уже есть вот эти объекты, у нас уже есть их названия, мы знаем, что это такое, и к чему принадлежит. Поэтому мы просто хотим вот эти вот все названия добавить в списки, добавить в файлы. То есть мы хотим получить список файлов с всеми объектами для одного населенного пункта. Список файлов, вернее, файл со списком объектов для другого населенного пункта. Мы хотим получить еще файл с населенными пунктами. И мы задаем это в апрекешно-архитекте, говорим, что вот эти данные мы хотим добавить в файл. И потом этот файл мы просто используем для нашей навигации. И в чем плюс? В том, что, как я уже упоминала, помимо того, что если вы, например, как инженер, как интегратор, работаете с проектом, и вы хотите в этот проект добавить какие-то объекты, добавить какие-то переменные, вообще упростить создание вот этого проекта, то можно создавать всяческие переменные вручную, а можно их генерировать с помощью вот этого инструмента. И также очень легко получается, что если пользователь, то есть вот если, например, мы в самом начале разработки, или потом, когда мы передали нашему заказчику, и заказчик уже добавлял новые объекты, то есть там получается, как работа велась, подключались новые счетчики, надо было добавлять новые объекты. И заказчик мог самостоятельно, мы ему написали инструкцию, он мог самостоятельно здесь добавлять новые объекты, нажимать и генерировать, и он получал переменные подключенные, он получал готовую графику мнимасхемы, навигация по проекту тоже обновлялась, то есть фактически оно достаточно легко дорабатывалось, и где-то там ошибиться, где-то сделать что-то не так было очень сложно. И теперь заключительная часть немножко про интеграцию с ССРС, то есть в принципе большую часть про интеграцию я рассказывала в самом начале, потому что большая часть работы, это была именно заставить работать вместе оба сервиса, и, скажем так, поместить их под капот одного портала. Заключительная часть, она такая, самая простая, то есть ССРС, он создает отчеты на основе базы данных, значит, PCV у нас может ввести архивные данные, то есть PCV в данном случае в базу SQL выносила все данные за счетчиков, и достаточно легко было уже подключить к этой базе сервис отчетов и сказать, подключись, возьми вот эти данные оттуда, и на основании этих данных дегенерируй отчеты. Вот вы видите, как выглядел, например, слева это график для отчета за день, справа это график для отчета за год. И последняя часть про отчеты, с помощью чего создавались отчеты. У Microsoft у них есть инструмент, называется Report Builder, он позволяет создавать отчеты, то есть в первую очередь для как раз их сервиса ССРС, но в принципе их можно создавать и подключать к другим базам данных, то есть можно выбирать различные источники данных, откуда вы хотите, и говорить, в каком виде вы это хотите. То есть в данном случае, например, мы подключали к нашей базе, которую ввело PCV, брали оттуда, то есть нам надо было, например, значение переменной, название этой переменной, то есть, собственно, чтобы писать, что это за счетчик, и данные и метку времени. И потом на основании этого мы строили график, то есть, например, график за год, мы говорили, окей, значит, нам надо сумму за каждый месяц посчитать, сколько за каждый месяц было потреблено энергии. Взять эти данные со счетчиков и отобразить в виде диаграммки. Так что на этом техническая часть заканчивается. Надеюсь, вам было интересно, то есть она была такая прям совсем-совсем техническая. Если вы хотите, вы можете потом еще посмотреть прошлый вебинар. Он более общий. И поэтому я передаю в заключение слово Марине. Спасибо, Анна. Я, когда Анну представляла, мне сказала пару слов, что Анна в тот момент, когда выполняла этот проект, выступала именно инженером немецкого офиса. Сейчас Анна является разработчиком. И, собственно, направление, по которому она работает, компания Argonformatik, это как раз веб-платформа, мобильные решения. То есть эта тема, мне кажется, до сих пор очень близка. Вот. Если подводить так резюме этого проекта, мы хотели в рамках этого вебинара показать вам техническую сторону, показать и обратить внимание на те инструменты, которые не всегда, знаю по опыту, наши клиенты используют. Поэтому хотели показать важность использования инструмента шаблона проекта, потому что это удобно и полезно, в частности, для разворачивания такого типа проектов. Показывая, что наша SCADA, платформа, наши продукты, они открыты, подразумевая идею интеграции. И в данном проекте это интеграция как раз с SFRS. Ну и, собственно, возможности и удобства масштабирования таких проектов. Мы будем очень рады ответить сейчас на ваши вопросы. Извините. Да, я надеюсь, что они появятся. Пока не вижу, пожалуйста, пишите их в чат или там разделы вопросы-ответы, как вам удобно. Вот. Если вдруг у вас появились какие-то новые идеи, собственно, мы и хотели поделиться этой информацией для того, чтобы вы какие-то идеи взяли и перенесли на свои проекты. Если, собственно, возникнут какие-то вопросы, можете писать их там позже, да, написать на почту, там на следующем слайде у нас будут контакты. Ну, по крайней мере, там моя почта точно, а Иоанна тоже есть почта. Есть, давай, вопросы или нет, а мы дальше уже их решим. Так, коллеги, есть ли у вас вопросы? Просто я знаю, скорее всего, когда пользователи смотрят, видят там организаторов, экран и чат, и когда в этом, кстати, пустое ощущение, что ты один сидишь с организаторами, это не так. Пока вопросов нет, давайте еще буквально минутку подождем. Субтитры сделал DimaTorzok